Уверена, что вы оценили, насколько многогранна программа Photoshop, пройдя теоретический курс. Но первое, что хочется сделать от крови ее, это привести в порядок свой архив фотографий. Поэтому данный урок будет посвящен реставрации старинного снимка. Сегодня вы получите практические навыки по работе с такими инструментами, как точечная восстанавливающая кисть, восстанавливающая кисть, заплатка и штамп. Перед началом работы необходимо провести небольшой подготовительный этап. Выбрать фото из вашего семейного архива. Затем перевести фотографию в цифровой формат. Делается это достаточно просто. Вы можете отсканировать фотографию, либо же создать снимок, используя камеру. После этого перенесите фото на ваш компьютер и сохраните его в отдельную папку. Ну а затем откройте снимок в программе Photoshop. Открыть изображение в программе можно множеством способов. К примеру, перейдите в папку с фотографией, зажмите левую клавишу мыши и перетащите снимок в рабочую среду. Теперь подготовим фото к реставрации. Для этого избавимся от лишнего фона, который получился в результате сканирования. Прежде всего, создаем дубликат стартового слоя. Для этого переходим во вкладку «Слой» — «Создать дубликат слоя». По необходимости выравниваем положение снимка. Для этого, стоя на слое копии, переходим к редактированию «Свободное трансформирование». Теперь, используя трансформировочную рамку, поворачиваем фото и добиваемся желаемого положения. Для того, чтобы внести изменения, достаточно нажать клавишу Enter на клавиатуре. Ну а теперь можем смело избавиться от белого фона. Для этого переходим к панели инструментов и активируем инструмент под названием «Рамка». В настройках инструмента выбираем шаблон обрезки по ширине и высоте. После чего, обязательно обращаем внимание на поля числовых значений. На данном этапе они должны быть пусты. Теперь задаем рабочую область снимка, с которой будем работать далее. Создавая рамку, старайтесь по максимуму сохранить площадь оригинальной фотографии. Чтобы обрезать фотографию по заданной рамке, нажимаем на клавиатуре Enter. Для того, чтобы сделать работу более наглядной, каждый этап реставрации я буду проводить на отдельном слое. Поэтому мне необходимо еще раз дублировать фото оригинал. Помимо копирования через меню «Слой», можно создать копию изображения, зажав комбинацию клавиш Ctrl-J. Согласитесь, так гораздо быстрее. Делаем двойной клик левой клавишей мыши по слою и задаем ему новое имя. Кстати, вот такое простое действие, как давать имена слоям, должно стать вашей хорошей привычкой. Ведь потратив несколько секунд на переименование слоя, вы сэкономите множество минут на поиске нужного слоя в дальнейшем. Как вы догадались из названия нового слоя, сейчас мы слегка удалим общие шумовые дефекты, которых ну уж слишком много на нашем снимке. Для того, чтобы осуществить это, мы воспользуемся фильтром под названием «Шум». Переходим в соответствующую вкладку и в подменю фильтра «Шум» выбираем «Пыль и царапины». Настройки данного фильтра подбираются каждый раз индивидуально и в основном зависят от качества и состояния снимка. Воздействие фильтра не должно повлиять на узнаваемость основных деталей фотографии. Для того, чтобы сразу видеть, как влияет фильтр на общий вид, не забывайте ставить галочку возле функции «Просмотр». В данном конкретном примере я буду использовать такие значения. Радиус – 1 пиксель и значение изогелия – 15 уровней. Помимо того, что на фотографии есть механические повреждения в виде царапин и трещин, мы также четко видим цветовые пятна. Они могли появиться вследствие банального старения бумаги. Эту проблему можно легко победить, а именно обесцветить наше фото. Для этого создаю еще одну копию снимка. Затем перехожу во вкладку «Изображение», «Коррекция», «Обесцветить». В этом меню вы также сразу видите подсказку, а именно комбинацию горячих клавиш. «Shift-Ctrl-U». Нажав ее, вы сможете добиться точно такого эффекта. Теперь все готово для работы с инструментами ретуши. Создаем еще один слой копию. Напоминаю, что делаем это зажатием комбинации клавиш «Ctrl-J». Задаем слое новое имя. Переходим к панели инструментов и выбираем инструмент «Точечная восстанавливающая кисть». Используя навигатор, зуммируем картинку. Ну, проще говоря, увеличиваем наше изображение. Как видим, на снимке много мелких белых ярких пятен. Именно такие дефекты легко убираются с помощью инструмента «Точечная восстанавливающая кисть». И сейчас вы в этом убедитесь. Но для начала настроим сам инструмент. Определим вид кисти. Переходим к настройкам. Уменьшаем жесткость приблизительно до 50%. Размер кисти подбираем экспериментально, зависимо от размера дефекта. Прочие параметры пока оставим без изменений. По надобности мы всегда сможем их подкорректировать в процессе работы. Режим работы кисти нормальный. Тип заполнения с учетом содержимого. Ну и как образец данного содержимого выбираем все слои. После настройки инструмента достаточно сделать клик по проблемной точке. И она попросту исчезнет. Поработав какое-то время с точечной восстанавливающей кистью, вы сможете удалить большинство мелких дефектов. И уже сейчас мы можем оценить, насколько же изменилось фото. Для этого мы временно отключим видимое слое «Точечная ВК». Чтобы сделать это, достаточно нажать на вот такую мини-иконку глаза возле названия слоя. Ну а для того, чтобы вернуть видимость данного слоя, нужно нажать на данную иконку повторно. Я называю такое действие «Поморгать». Давайте немножко поморгаем. Смотрим на саму фотографию. И видим, как же она изменилась. Думаю, дальнейшие комментарии просто излишни. Так как эффект очевиден. Продолжим реставрацию. И на сей раз избавимся от более крупных дефектов. В этом нам поможет инструмент под названием «Восстанавливающая кисть». Для работы переключаемся на инструмент, который имеет соответствующее название. «Восстанавливающая кисть» – более гибкий инструмент, в отличие от предыдущего. Так как работая с ней, мы уже можем выбирать образцы, которые Photoshop в дальнейшем будет использовать для перекрытия проблемных участков. Наверное, звучит не совсем понятно. Но зато работает очень-очень просто. Сейчас мы в этом убедимся. И так, как и ранее, настраиваем наш инструмент. Жесткость края регулируем в процентном соотношении от 60 до 70%. Интервалы оставим равными 1%, но размер кисти будем корректировать в зависимости от проблемных зон. Прочие настройки пока что оставим без изменений. Начнем работу с «Восстанавливающей кистью» на платье девушки. Выбираем проблемную зону. Приближаем изображение и переходим к выбору образца. Внимательно посмотрите на курсор. Теперь зажмите клавишу Alt. Трудно не заметить, что наш курсор изменился и принял вид такого себе прицела. Именно это положение говорит о том, что кисть готова к подбору образца. Для натуралистичности эффекта мы будем выбирать образец, наиболее близко лежащий к проблемной зоне. Не отпуская клавишу Alt, делаю щелчок левой клавишей мыши по чистому участку платья. Теперь перехожу к белой точке, которую хочу спрятать, и провожу по ней. Как видим, при работе круглое изображение курсора сопровождается изображением крестика, который нам постоянно напоминает о той области, которую мы используем как образец. Продолжим работу в том же темпе. Зажимаем Alt, выбираем кусочек чистого изображения и переносим его для реставрации юбки-платья. Думаю, вы уже поняли, что реставрация – процесс очень кропотливый. Он требует аккуратности, усидчивости, ну и, конечно, наличия определенного количества времени. Также хочу вам дать небольшой совет. Не забывайте, что руки у вас две, и при работе их лучше использовать совместно. К примеру, для того, чтобы быстро передвигаться по вашей рабочей среде, левой рукой нажимаем пробел, и при появлении ладошки зажимаем левую клавишу мыши и передвигаемся по рабочему пространству. Работая со старыми снимками, вы встретите очень много случаев, которые требуют реставрации буквально по миллиметрам. Согласна, возможно, сейчас я вас немного напугала и озвучила не самый приятный момент, но он меркнет на фоне ряда преимуществ. К примеру, первое, вы получаете немалый опыт работы с инструментами Photoshop при обработке подобного рода изображений. И второе, вы делаете очень-очень полезную работу, которая поможет сохранить кусочек истории для будущих поколений. А возможно, для кого-то старый снимок и вовсе единственная материальная память о человеке или важном событии. Посмотрим, что у нас получилось. И продолжим работу, используя инструмент «Заплатка». Переключаемся на данный инструмент и снова проводим анализ фотографии. «Заплатку» хорошо использовать в тех областях изображения, где у нас есть довольно большие проблемные зоны. Зажимаем левую клавишу мыши и обводим участок, который имеет повреждения. Отпускаем левую клавишу мыши. Видим, что у нас получилось активное выделение. Снова зажимаем левую клавишу мыши и как бы перетаскиваем участок на ту область, которая у нас уже отреставрирована ранее. И вуаля! Проблема решена. Давайте для закрепления материала также восстановим небольшой участок гордины. Думаю, вы обратили внимание на одну особенность. Даже при том, что я перетаскиваю участки на более темные изображения, мы не получаем точную копию, а как бы переносим текстуру на выбранный участок. Это тоже немаловажный плюс, который стоит учитывать при реставрации. Не думайте, что заплатка – инструмент, который можно использовать только на грубых областях. Не менее успешно можно использовать заплатку для более мелких деталей, которые требуют тонкой работы. Очень прошу вас, будьте особо внимательны, ведь по сути мы собираем пазл. Вот так, кусочек за кусочком, складочку к складочке. Это довольно сложно, но зато как интересно. Чувствуешь себя буквально археологом, который восстанавливает ценную находку. На данный момент мы поработали с целой группой инструментов и получили великолепный результат. Но это еще не все. Остался штамп. Ну, очень полезная штучка в процессе реставрации. Активируем данный инструмент. Просмотрим настройки инструмента. Немножко увеличим жесткость. Непрозрачности нажима становим около 50%. Как образец склона выберем активный слой. Прочие настройки оставим без изменений. А теперь попробуем улучшить наш снимок с помощью данного инструмента. Используя штамп, будем реставрировать особо проблемные участки. Принцип работы при использовании инструмента штамп очень похож на работу с восстанавливающей кистью. Мы снова будем клонировать кусочки нашей фотографии. Для этого также будем зажимать клавишу Alt, чтобы выбрать необходимый участок. Вернем нужный вид вот такому кусочку, где у нас как бы оборвалась штора. Немного повыше нажим и непрозрачность. Так как у нас довольно четкий край, и я хочу получить такой же четкий переход. Сразу возникает вопрос, в чем же разница при работе со штампом и восстанавливающей кистью? Если вы вспомните, как выглядели участки при работе с восстанавливающей кистью, то в принципе интуитивно догадайтесь, что при работе с восстанавливающей кистью замещаемые участки все-таки выглядят более адаптированно. То есть край смотрится более мягким. В переработе же с инструментом штамп мы получаем по сути четкую копию выбранного участка. Край более жесткий, и все мелкие детали более четкие. Кстати, штамп – один из самых древних инструментов ретуши, ну если можно так выразиться, так как именно его вы найдете, если вам доведется поработать с более ранними версиями программы Photoshop, в отличие от некоторых рассмотренных ранее инструментов. Долгое время ретушеры всего мира использовали для реставрации исключительно штамп и отлично справлялись с поставленными задачами. Штамп – великолепный инструмент. С его помощью мы можем скрывать и замещать как маленькие участки, так и целые объекты. Ну а на мой взгляд, основным преимуществом является то, что мы можем не только скрыть ненужные дефекты, но и, как вы видели в процессе моего рассказа, можем восстановить вот такие вот очень нужные, красивые, мелкие детали. С легкостью, к примеру, также можем восстановить и складки. Именно в мелочах мы можем передать атмосферу и настроение всего снимка. Вот таких чудес можно натворить, используя штамп. Поздравляю, мы проделали самый кропотливый участок реставрации. Осталось дело за малым. Добавить контраст, подчеркнуть детали и откадерировать фотографию под распечатку.